Природа вообще человека. Если мы говорим о женской природе, то мы дышим в основном грудной клеткой. Если мы говорим о мужской природе, то там активно нам помогает, естественно, и живот дышать у них. При игре на духовом инструменте необходим смешанный тип дыхания. То есть, когда у нас работает и брюшная полость, и грудная полость. Как это работает? Так, а лук вы мне взять? Я возьму Сашу. Давай пока криточку свою. Давай сюда положим. Итак, как это происходит? У нас есть такая штука, называется ребра. Ну, это такие косточки у нас вот здесь вот находятся. Я думаю, каждый может у себя их нащупать. Итак, на этих ребрах крепятся мышцы. И называется таким словом межреберные мышцы. Такое сложное-сложное слово. Итак, когда мы дышим, они у нас раздвигаются. А под ними у нас находятся легкие, которые, собственно, и надуваются, наполняются воздухом. И мы можем дышать и сдавать, соответственно, потом звук. Когда мы берем вдох перед игрой, мы должны прочувствовать, как эти ребра раздвигаются. И вот они прям должны раздвигаться, раздвигаться. И вот мы их зафиксировали, и держим эти ребрышки. И сдуваемся. Естественно, что грудная клетка в любом случае все равно немножко подниматься будет. Потому что это природа, и это естественный момент. Но, что часто случается, какая проблема? Когда грудная клетка активно участвует в процессе вдоха, и когда еще помогают плечи. То есть происходит такое... И вот куда-то там плечи улетели, улетели у нас, да? Чего ни в коем случае быть не должно. То есть работает у нас только вот эта вот вся область, где у нас ребрышки находятся. Но при этом, почему я затронула брюшную полость, то есть область, где у нас животик с вами находится. Здесь есть такая мышца, называется диафрагма. Эта мышца разделяет у нас грудное пространство и где у нас животик находится. Как она работает? Это вот такая вот прямая мышца, которая во время вдоха опускается, помогая легким взять еще больше дыхания. А, соответственно, когда мы выдыхаем, она поднимается, помогая выталкивать этот самый воздух из легких. Чтобы это прочувствовать, мы сейчас... Давайте мы Сашу посадим и возьмем кого-нибудь маленького. Так, Ксения Анатольевна, как у вас ребеночка зовут, девочку? Катя. Катя, Катя, ну-ка, выходи. Кофточку только сними, чтобы она нам не мешалась. Мы сейчас будем на Кате проводить эксперимент. Давай! Не стесняйся. Так, мы сейчас тебя обвязываем. У нас есть блок флейта с собой. О, а у нас блок флейт. А мы сейчас давай попробуем лучше вот на оборочной приколочке. У нас есть еще одна. Мы сейчас сначала потренируем дыхание, а потом попробуем так. Плотно? Нет, не плотно. А то что, прям плотно-плотно было. Ну-ка. Туго? Нет. Не туго? А вот так? Тоже нет? А до животик не втягивай. Расслабься, расслабься. Расслабься. Все равно? Давай я тебя на два раза тогда затяну. Сейчас. Вот так вот, если мы сделаем. Ну-ка, завяжься у меня. Сейчас попробуем. Нормально? Дышать ты сможешь? Наверное. Вот сейчас и проверим. Боец. Ну-ка. Все нормально? Да. Стянула хоть чуть-чуть? Да. Вот. Все. Вот у тебя вот здесь вот твои ребрышки. У меня поворачивайся сюда ко всем. Что мы сейчас делаем? Ручки вот так вот у тебя сейчас как они есть. Когда ты будешь брать вдох, ощущай вот это вот давление. И вот как у тебя вот. Только смотри. Смотри, что ты делаешь. Как понять еще даже просто по слуху, что вдох берется неправильно. Когда вот это вот начинается. Это говорит о том, что и связки подключились у нас, и что вдох взят только вот здесь вот так вот маленький-маленький такой вот мусипульный вдох был взят. А если будет вдох взят, как будто бы ты взяешь, как вот мы взеваем. Да, спать хочется, когда нам, да, мы так вот широко-широко взеваем. Вот такое должно быть ощущение во время вдоха у тебя. Это будет... Нет, смотри, ты опять взялся, даже плечики поднялись. Ножки поставь ровненько, да, они нет без вот этих вот всех. Ровненько встали. И чувствуй, как они у тебя раздвигаются. Попробуй еще. О, плечи пошли, видишь? Плечи прям оп и поднялись у тебя. Так, давай, давай я тебе плечи держу, а ты вдох делаешь. Может, что-то там пошло? О, ну плечи-то прям активно тебе помогают, да? Ну-ка, да, расслабились. Расслабились, все. Выдыхай, выдыхай, выдыхай. И вот представь вот у тебя вот здесь, да? Ну, сейчас я тебе еще затяну тогда. Кажется, тебе не тянет. Ну, не надо. Вот, и представь, как у тебя вот здесь вот ты лёгкаешь, он такой вот оп и раздвигается. Знаешь, представь, что ты шарик. Такой воздушный шарик. И вот тебя пытаются надуть этот шарик. Или ты сама пытаешься вот саму себя надуть. И вот этот шарик, он у тебя вот здесь вот растет. Попробуем? Ну-ка, да, представь себе это в голове. Только не вот тут у нас его нет. Он у тебя вот тут вот. Ну да, вот так вот, да. Ну что надо делать? Ну, ты справишься? Попробуй. Ну, уже получше. Только тут я ничего не чувствую. Ну-ка, где-где-где-где-где. О, что-то там заработало. Ну-ка, давай ещё попробуй. Давай, раздвигай мои ручки. Не, не раздвинула. Фух, выдохни. И давай ещё. Ну, почти. Что тут двигается, двигается там что-то. Всё, устала, да? Уработалась. Конечно же, процесс дыхания, он отнимает очень много сил. И занятия над ним тоже забирают очень много энергии. Всё, можешь присесть. Всё, помучилась. Всё, да? Молодец. Молодец. Итак, мы работаем над дыханием. В первую очередь, это вот такое вот упражнение, которое сейчас я на Кате продемонстрировала. То есть мы обвязываем себя плотно, либо каким-то поясом, либо вот как вот мы со шарфиком попробовали это сделать, чтобы ощущать вот это вот давление. И когда будет осуществляться вдох, чувствовать, как вот ребрышки у нас раздвигаются. И чего нужно избегать, чтобы не было надувания пуза большого. Да, оно нам не нужно совершенно. У нас всё-таки лёгкие-то не в животе как бы находятся, они где-то тут вот находятся, вот в этой области. Поэтому работать у нас должны ребра всё-таки. А как ещё это можно отработать? Люблю рекомендовать ученикам следующий способ. Здесь показать, к сожалению, не смогу, просто о нём расскажу. Плечь на пол, положить на животик, какой-нибудь такой тяжёленький томик, такой прям хорошенький увесить, ну так, чтобы не раздавил, главное. Вот, положили его на животик. И точно так же осуществляем вдох, но следим, чтобы не очень сильно поднималась грудная клетка и не поползли плечи тоже наверх. То есть смотреть, как вот эта самая книжечка у нас поднимается. Таким образом, очень активно начинает работать, где постепенно будет развиваться дыхание и будет получаться брать большое и долгое дыхание. Так, а, вот ещё какое интересное упражнение. Сейчас я его тоже покажу. Вот, мне нравится ступчик. Вот, вот такое вот упражнение. Мы садимся и обхватываем себя. Сейчас я с трудом, конечно, это покажу, но я попробую. Мы обхватываем себя коленками и сжимаемся, как бы, в позу эмбриона, скажем так. Садимся и пытаемся сзади, на спине, как будто бы тоже вот наши рябки... Нельзя. Давай, София. Перемьянка. Да, конечно. Давай, садись. Ты погибче меня будешь. Ну, да, давай, нормально. Всё, обхватила. Голову опустила. Всё. Прям и выгинай спинку. Максимально выгинай. А давай, знаешь, встань. Мы разберём тебя боком. Вот так, давай. Вот так. Ага. Так, так. Обхватилась. Спину выгнула максимально, сколько можешь. Да, выгинай, выгинай. И так же берём вдох. И вот тут, чтобы прям вот ощущение было, что... И надувайся. Ну, где? Где? Где что-нибудь? Давай. Ты тоща, у тебя должно что-то двигаться. Давай. О, что-то там двигается. Живи, ну-ка. О, надувается. То есть, таким образом, мы как бы зажимаем вот грудную клетку, не даём ей подниматься в процессе вдоха. Молодец! Всё, ты свободна. О, дыхание. Ты свободна. Так. Итак, о дыхании мы поговорили. Это мы поговорили, конечно, о процессе вдоха. Но не менее важен процесс самого выдоха. Когда мы выдыхаем, всегда вот я ученикам об этом всегда говорю, представить, что мы греем ладошки на морозе. Вот мы идём, холодно, а варежки дома забыли. Что мы делаем? Мы пытаемся их согреть. Как? Мы же не будем... Если мы будем вот так дуть, то мы будем дуть холодным воздухом, ладошки не согреться. А если мы будем... У нас тогда согреваться. И вот говоря о выдохе...